Доброго всем дня! Слава Богу, что мы имеем сегодня возможность снова исследовать Слово Божье. Для славы Его мы сегодня рассмотрим пятую тему, часть первую Божьего семинара «Карта событий последних дней». Итак, кратко давайте вспомним, о чём мы говорили в прошлых темах. Посмотрим на карту и вспомним, что сначала Церковь Божья должна пройти просеивание. После просеивания, очищенная Церковь Божья начинает проповедовать трехангельскую весть. Мы говорили, это весть о праведности по вере. Тогда Бог усиливает эту весть из литием позднего дождя, и эта весть переходит в громкий клич третьего ангела. В это время будут совершаться чудеса как со стороны противников истины, силою бесовскую, так и с нашей стороны, силою Духа Святого. Потом будет пришествие сатаны в образе Христа, что и приведёт множество к принятию начертания зверя. В это же время будет проводиться и запечатление народа Божьего. О чём мы и поговорим сегодня. Итак, сегодняшняя наша тема «Святыня Господня. Запечатление народа Божьего». Пятая тема и первая часть. Итак, сегодняшняя наша тема «Святыня Господня. Запечатление народа Божьего». Что такое запечатление? Когда народ Божий будет отмечен знаком и печатью, но не тем, какой можно в очи увидеть, а интеллектуальным, духовным, непоколебимым утверждением в истине, тогда только народ Божий будет запечатлён и приготовлен к потрясению, и оно произойдёт. Как видим, этот процесс, в котором народ Божий интеллектуально и духовно утверждается в истине. И когда это произойдёт, то Господь отмечает таковых своей печатью, свидетельствуя тем самым, что Он согласен с тем, что этот человек отобразил в себе характер своего Творца. Печать, видимо, только для ангела-губителя. Так же, как и кровь жертвенного ангца на косяках двери в Египте, когда ангел-губитель проходил возле каждого дома во время Первой Пасхи. Когда произойдёт запечатление? После Всемирного Воскресного Закона. Земные державы объединятся в борьбе против заповедей Божьих и с помощью Закона будут заставлять всех малых и великих, богатых и нищих, свободных и рабов, придерживаться обычаев Церкви, соблюдая Лжесубботу. Всё определенно ясно. Всякий, кто будет попирать закон Божий и повиноваться человеческому постановлению, примет начертание зверя. Когда вы повинуетесь указу, повелевающему вам воздерживаться от трудов в воскресенье и поклоняться Богу, тогда вы соглашаетесь принять начертание зверя и отвергнуть Божью печать. «Если мы принимаем это начертание на наше щело или на руку, то суды, обещанные неповинующимся, должны пасть на нас. Но печать живого Бога получат те, кто осознанно хранит субботу Господню». Итак, мы видим, что запечатление будет после Всемирного Воскресного Закона, когда будут заставлять поклоняться зверю и образу его, и принимать начертание на чело своё или на руку своё. Что является знаком зверя – это воскресенье, воскресный день. Когда произойдёт запечатление? После испытания образом зверя. Господь показал мне ясно, что образ зверя сформируется перед окончанием времени испытания. Это испытание народ Божий должен будет выдержать, прежде чем они будут запечатлены. Дорогой народ Божий, запомните, что образ зверя сформируется незадолго до окончания времени испытания. Запечатление пройдёт после излития позднего дождя. Прежде чем работа будет завершена и народ Божий будет запечатлён, на нас должен быть излит Дух Божий. Также запечатление произойдёт перед окончанием времени благодати. «Просмотрев опубликованные нами труды, можно увидеть, что мы верим в то, что живые праведники получат печать Божью ещё до окончания времени благодати, а также и то, что им будет оказана особая честь в Царстве Божьем». Мы видим, что запечатление произойдёт до окончания времени благодати. Почему? Потому что после окончания времени благодати начнутся падать семь язв Божьего гнева. Это уже будет великая скорбь. Что является печатью Бога Живого? Хороший вопрос. Сейчас много, очень много толкований по этому поводу, так же, как и о начитании зверя. Но Дух Господень через Вестницу Господень говорит, что суббота Четвёртой Заповеди является печатью Живого Бога. И слишком поздно это поймут люди, которые приняли на читании зверя. Истинное соблюдение субботы – это знак верности Богу. Те, на чьих чёлок будет положена печать Божья, будут соблюдать субботу Четвёртой Заповеди. На Божий народ должна быть поставлена печать. И этой печатью является соблюдение Его Святой Субботы. Следующая цитата говорит о том, что нам, Израилю, суббота дана как завет вечный. Для тех, кто чтит Его Святой День, суббота является знамением того, что Бог признаёт их своим избранным народом. Это залог того, что Он исполнит для них свой завет. Всякая душа, принимающая знамение Божьего правления, вступает в Божественный Вечный Завет. Она связывает себя с золотой цепью послушания, каждым звеном которой является обетование. Из всех десяти заповедей только четвёртая содержит печать Великого Законодателя, Творца Неба и Земли. Услышьте, дорогие, что говорит Дух Святой через Вестницу Божью. «И святите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я Господь, Бог ваш». Об этом говорит пророк Езекииль в 20 главе 20 стих. Мы видим, что суббота является печатью Божьей. Почему? Потому что печать имеет три особенности. Имя, титул и территория. В 4 заповеди есть все особенности печати. Имя, Господь, титул, Творец, Создатель, территория, небо, земля и море. Более того, Господь назвал субботу как знамение, знак или печать принадлежности Ему, тех, кто поклоняется Ему в этот день. Каким должно быть духовное состояние тех, кто получит печать Божьего одобрения? У них будет совершенный характер. Когда дети Божьи достигнут этой цели, совершенства характера, они получат печать на свое чело. Исполненные духом, они обретут совершенство во Христе. И тогда ангел, ведущий небесную запись, провозгласит «совершилось». Они похожи на Христа. Печатью живого Бога будет отмечен только тот, кто уподобится в своем характере Христу. Они победители. Победившие мир, плоть и дьявола будут удостоены преимущества получить печать живого Бога. Заметьте, победившие мир, победившие плоть и победившие дьявола. Те же, чьи руки и сердца нечисты, не получат печати живого Бога. Каким должно быть духовное состояние тех, кто получит печать Божьего одобрения? Тоже хороший вопрос. Они должны быть чисты и непрочны. Они будут оплакивать свои собственные грехи и грехи в церкви и в мире. Читаем. Сейчас мы живем во время приготовления. Печать Божья никогда не будет поставлена на чело нечистого человека. Она никогда не будет поставлена на чело тщеславных людей, любящих мир. Ее никогда не получат люди с лживым языком или лукавым сердцем. Все, надеющиеся получить печать, должны быть непорочны пред Богом, потому что они кандидаты на вечную жизнь. Что означает непорочны? Это означает без какого-либо греха. Не только на словах и в действиях, но и в мыслях. Небольшая группа людей, стоящих во свете, будет воздыхать и взывать к Богу о мерзостях, совершающихся на земле. Но особенно ревностно они будут молиться за церковь, потому что ее члены поступают по образу мира сего. Люди, которые не печалятся по поводу собственного духовного упадка и не скорбят о чужих грехах, останутся без печати Божьей. Почему эти люди не скорбят о грехах? Да потому что Дух Святой не может пробиться к их сознанию. Потому что это задача Духа Святого обличить во грехе и привести к покаянию через созерцание голгофской жертвы. Печать Божья будет поставлена только на чело скорбящих и воздыхающих о мерзостях, совершающихся на земле. Дорогие, слава Богу за такие прекрасные истины, которые Господь нам сегодня открывает по своей милости. Сколько времени продлится запечатление? Вестница Господня говорит, что время запечатления весьма скоротечно и скоро закончится. Сейчас, пока четыре ангела удерживают четыре ветра, самое время сделать твердым наше звание и избрание. Кто будет запечатлять? Я видела ангелов, сновавших туда и сюда по небу. Ангел, имевший при себе письменный прибор, вернулся с земли и доложил Иисусу о том, что он исполнил свою работу, и все святые исчислены и запечатлены. Затем я увидела, как Иисус, совершивший служение перед ковчегом, в котором лежали десять заповедей, сбросил кодильницу, воздел руки и громким голосом возгласил. Все ангелы сложили в себя венцы, когда Иисус торжественно объявил, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, и праведный дотворит правду еще, и святой досвящается еще. Очень скоро каждое дитя Божье получит его печать, ой, если бы она была поставлена на наше чело. Кто может принести мысль о том, что когда ангел выйдет, чтобы ставить печати на щелах рабов Божьих, он вдруг не ноет нас. Что будет после этого? После этого начнется великая скорбь. Непосредственно перед временем скорби все мы получим печать живого Бога. Затем мне было показано, как четыре ангела перестали сдерживать четыре ветра. Я видела, как везде распространялись голод, эпидемии, кровопролитие, как народ восставал на народ, и весь мир пришел в смятение. Это только начало сегодня этих кровопролитий, этого голода, этих эпидемий, потому что в великой скорби это будет во множество раз больше. Кто будет защищен во время великой скорби? Это те, кто приняли печать живого Бога, и они будут пребывать под его защитой. Что говорит Библия и Дух Проводчества о тех, кто будет запечатлен? Только те, кто кается перед Богом и исповедует свои грехи в Великий день очищения, будут признаны и отмечены как достойные его защиты. Все, кто доказал свою верность Богу с соблюдением его закона и отказался принять поддельную субботу, будут находиться под знаменем Иеговы Господа Бога и получат печать живого Бога. Тот, кто оставит истину небесного происхождения, принимая лжесубботу, получит начертание зверя. И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить с земли и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И слышал я, говорит апостол Иоанн, число запечатленных, запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. В свидетельстве для церкви в томе пятом есть выделенная целая глава этому процессу под названием «Печать Божия». Я прошу вас, перечитайте ее. А я выборочно приведу сегодня некоторые высказывания по этому очень важному вопросу. Вестница Господня продолжает. Цитируя эти тексты, она говорит, что Иоанн, видеть разбушевавшиеся стихии, землетрясения, ураган, политические смуты, они представлены как удерживаемые четырьмя ангелами. Эти ветры удерживаются под контролем до тех пор, пока Бог не дает повеления их освободить. Церковь Божья пребудет в безопасности. Ангелы Божьи исполняют Божьи указания, удерживая ветры земли, чтобы они не дули ни на землю, ни на море, ни на какое дерево, пока слуги Божьи не будут отмечены печатью на своем челе. За впечатление слух Божьих есть то же самое событие, которое было показано в видении Иезекиилю. Интересно посмотреть, а что же это было за видение Иезекиилю, в котором показано то же запечатление Божьих слух в последнее время. Давайте посмотрим. Иезекиилю говорит о том, что он видит видение, которое ему дал Господь. И возгласил Господь в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительные орудия его. И между ними один одетый в леную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали под лимедного жертвенника. Это видение происходит в Иерусалиме, возле храма Господня. И слава Бога Израилева сошла с хирургима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима. И на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем, сказал слух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет ваше око и не щадите. Ни старика, ни юношу, ни девицу, и младенца, и жен бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были пред домом. Вестница Божья приводит это видение к нашему последнему времени и ситуации в нашей церкви в преддверии пришествия Господа. Читаем дальше. Скоро, очень скоро, должен был наступить момент расчета с Богом. Но что меня привело в трепет, говорит она, это тот факт, что получившие самый большой свет и преимущество позволили себя опорочить окружающим их нечестием. Поддавшись влиянию окружающего беззакония, многие, даже исповедующие истину, стали безразличными, холодными и позволили сильному потоку зла увлечь себя. Кризис быстро приближается. Совершающиеся знамения говорят о том, что час Божьего посещения очень близок. Хотя Господь и весьма медлит с наказанием, все же Он вынужден будет прибегнуть к Нему, что и произойдет очень скоро. В то время, когда будет все больше увеличиваться опасность для церкви, небольшая группа людей, находящихся во свете, будет вздыхать и вопиять о всех мерзостях, совершающихся вокруг. Но более всего, их молитвы будут возноситься за церковь, потому что ее члены поступают как мир. Их праведная душа каждый день глубоко страдает от совершающегося вокруг них беззакония и нечестия. Они бессильны приостановить текущий поток беззакония, и сердце их от этого глубоко страдает и болит. Они рыдают перед Богом, когда видят, как презренна религия в домах тех, кто получил большой свет. Они рыдают и тяжело страдают от того, что гордость, алчность, эгоизм и обман в любой форме заняли свое место в церкви. Как прискорбно! Дух Божий, несущий с собою обличение, попран ногами. В то время, как слуги сатаны торжествуют, Бог обесчещен и истинно утратила свою силу и влияние. Вот потому мы сегодня и не можем свершить проповедь Евангелия в силе. Серьезные молитвы этих немногих верных детей Божьих не будут напрасны, продолжает Вестница Господня. Когда Господь придет во гневе Своем, Он также станет в то время защитником и покровителем всех тех, кто сохранил веру в чистоте и себя, незапятанным от мира. Мне вопрос, неужели эти люди, воздыхающие о мерзостях, творящиеся в церкви, неужели они только воздыхают, скорбят о всех мерзостях? Нет, конечно. Они вопият об этом и не только вопият. Смотрите. Эти скорбящие люди проповедовали слово жизни. Они обличали, наставляли, советовали и умоляли. Некоторые из прежних хулителей имени Божьего раскаялись и смирились пред ним. Но слава Господня отошла от Израиля. Это очень серьезное предупреждение. Хотя многие все еще продолжают сохранять внешнюю форму религиозности, но его сила и присутствие оставили их. Нет ли мы сегодня видим, дорогие, когда мы сегодня не можем продвинуться ни на шаг в пропаде Евангелия в силе Божьей, тот класс людей, который не сознает глубины своего духовного падения, который не рыдает и не оскорбит о грехах других, будет оставлен без печати Божьей. Будьте внимательны к тому, что слушаете и читаете. Пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, ни юношу, ни девицу, ни младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были пред домом. Здесь мы видим, что церковь-святилище Господа первой подверглась ударам гнева Божьего. Старейшины, которым Бог дал великий свет, и которые должны были стоять как стражи духовных интересов народа, предали доверие, оказанное им. Как велика ответственность тех, кто сегодня стоит у руля Церкви Божией. Они заняли положение, при котором мы не можем ожидать чудес и ярких проявлений силы Божьей, как это было в прежние дни. Времена изменились, говорят они, эти слова усилили их неверие. Они говорят, и своими словами усиляет свое неверие. Они говорят, Господь не будет делать ни добра, ни зла, Он слишком милостивый, чтобы посетить свой народ судами. Таким образом, клич «в мире безопасность» вместо клича «вставайте, жених идёт» исходит от людей, которые никогда снова не поднимут свой голос подобно трубе, чтобы указать народу Божьему на их беззаконие и дому Яколеву на их грехи. Это слова Духа Святого, который использует уста пророка и его руку, чтобы написать эти слова. «Это немые псы, не могущие лаять, которые ощутят справедливую месть оскорблённого Бога. Мужчины, девицы, младенцы – все погибнут вместе. Нечестие и беззаконие, о которых воздыхали и опияли верные дети Божьи, были наглядны и очевидны, но были ещё более тяжкие грехи, вызвавшие гнев Божий, которых никто не видел». То, что мы сегодня видим в церкви, что делается, это только маленькие грехи, которые мы можем видеть. Но Господь говорит через вестницу, что были ещё более тяжкие грехи, которых никто не видел. Но великий исследователь Сердец знает каждый грех, сделанный в тайне этими работниками беззакония. Он знает их лицемерие и откроет пред всеми их грехи, которые они с такой тщательностью скрывали. Никакое высокое положение, достоинство или мирская мудрость, никакой пост в святом служении не смогут сохранить людей от того, чтобы они не пожертвовали принципами, если они оставлены во власти своих сердец, в которых живёт обман и заблуждение. Те, на которых смотрели как на достойных и праведных мужей, оказались зачинщиками отступления и ярким примером равнодушия и злоупотребления Божьей милостью. «Господь не будет больше терпеть их беззаконное поведение и в своём гневе отнимет от них свою милость. С какой болью Господь отнимает своё присутствие от тех, кому Он некогда даровал свой великий свет, и кто некогда с силой и влиянием служил другим? Они однажды были её верными слугами. Он был с ними, наставлял и руководил ими, но они оставили Его и увели других в заблуждение. И поэтому вызвали на себя Его гнев. День гнева Божьего уже очень и очень близок. Печать Божья будет положена на очело тех, кто воздыхает и вопиёт о всех мерзостях, совершающихся вокруг них. Те, кто соединились с миром и вместе с ним едят и пьют, вместе и погибнут. Очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их из земли. 1 Петра 3, 12. Я вот читаю эти тексты и даже некуда вставить комментарии, потому что всё важное сказано. Эта ситуация как ни прискорбна не только в нашей церкви, но и во всех христианских церквях. Дорогие, но понимание этого факта не даёт нам права осуждать Божьих служителей. Никто из нас не имеет права ставить на них ярлык или крест, потому что всё может быть и наоборот. Лучше молиться за них и всячески помогать в этой жестокой борьбе между силами тьмы и света. Пророк Божий нам открывает ситуацию церкви не для того, чтобы мы осуждали тех, кто по нашим меркам грешат. Ещё раз перечитайте, что делала та небольшая группа в церкви, когда они видели эти беззакония. И поступайте, дорогие, так же, и будете иметь успех, а осуждающие не наследуют жизни вечной. Никто из нас не получит печати Божией. Если наш характер будет иметь хотя бы одно пятно или порог, это уже зависит от нас. Изъять из своего характера недостатки и очистить храм души от всякого оскорнения. И тогда, когда мы это сделаем, поздний дождь и зальётся на нас. Подобно тому, как ранний дождь был излит на учеников в день Пятидесятницы, мы очень легко удовольствуемся нашими достижениями. Мы чувствуем себя богатыми и возрастающими в добрых делах. И не осознаём того, что мы жалки, несчастны, слепы и наги. Давайте вспомним о совете верного свидетеля. Мы говорили об этом позапрошлых темах. Сегодня время, когда мы должны обратить самое серьёзное внимание на предостережение верного свидетеля. «Советую тебе купить у меня золото огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Раньше я, читая эти обличающие строки, относил их только к адвентистской церкви, так как здесь говорится об Иерусалиме и Израиле. Но теперь я понимаю, что это относится ещё и к падшим церквям, в которых есть те же воздыхающие, которые и выйдут из Вавилона. Вавилон – это падшие христианские церкви. Но для этого верный остаток Божий в адвентистской церкви должен получить силу позднего дождя, о чём мы говорили в прошлой теме. Слава Богу за эти благословенные им предупреждения. В следующей теме мы продолжим исследовать этот важный вопрос о запечатлении. Есть ещё некоторые моменты в этом важном вопросе, на которые Господь обратил моё внимание. Готовя этот семинар, я даже не мог и подумать о том, что этот вопрос настолько важен и обширен. Мы поговорим более подробно о тех, кто примет печать на своё чело. Следующая тема будет предельно важной. Я прошу вас, не пропустите, дорогие. Дорогой Господь, Бог Авраама, Исаака и Иакова, мы очень благодарны Тебе за эти размышления под влиянием Твоего Святого Духа. Помоги нам стать благословением для наших ближних. Укрепи веру нашу и удостой, дорогой Господь, нас в великой чести дожить до того момента, когда Твой ангел положит на наше чело Твою печать. Аминь. Аминь.